Мы возвращаемся туда, в достоянии, встретимся сейчас с Катериной. Мы уже на месте. Катерина сказала, что после четвертого литера надо остановиться. В прошлый раз говорю, литер, 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 литер. Мне люди пишут, Люба, литер. Это первый, Сань. Туда, дальше? Ну, туда, подальше. Отсюда хочешь? Камчатка-Сахалин, ребятки, рис будем здесь покупать! Что еще здесь есть? Так, аптека Апрель, там тоже была. Тералекс, продажи квартир, продажи, аренда. Что здесь? Аренда, смотри, аренду сдают. Вот эти помещения все на первом этаже, да, мы спрашивали. Они не продаются, они только сдаются в аренду. Первые этажи все под коммерцию. Тут стоматология. Так, что здесь? Да, стоматология. Вот парковка подземная. Пятерочка. Пятерочка. Так, вот он четвертый. Так, подожди, это мы... Так, это пятый, а вот четвертый, вот четвертый, вот четвертый, вот он. Кстати, мы в четвертый, мы к нему уже и приезжали. Так, кто-то, наверное, с той стороны, да? Ну, я не знаю. Она говорит, у нее здесь квартира, где она сделала ремонт и покажет. Кстати, в четвертом литере у нас наша подписчица живет. Женщина писала, ребята, я буду вашими соседями. Вот здесь фонтан будет. Вот здесь площадка. Вот садик готов. Ну, все, мы на месте. Кстати, дети, можете поиграть. Поиграть. Здесь, смотри, новое. Что здесь? А, здесь мы здесь не были, здесь какие-то пингвины, да, смотри? Да, да. Что-то новенькое, качели какие-то. Здесь, видите, этот, что здесь, футбол, баскетбол. Выходим, выходим. Сейчас надо позвонить. Да, мы встретились с Катериной. Так, о, Вера, как тебе нравятся серые стены? Обувь разувать? Не-не-не, тут еще уплынила. Мы закончили, потолки остались. А здесь сколько квадратуры? Ну, здесь с балконом 43 где-то. А без балкона? А, это однушка, да? Да, она просто распашенка. А на полу что? Это ламинат. Угу. Стены. Мы сделали шукатулку релизную. Там, на видео, наверное, нанести там. Угу. Решили выделить эту стену. А почему здесь столько много вот этих-этих? Эти кухни. Это карбеля селовыми под двухом ушка, плитом, вытяжку, под подсветку, которая будет на драку очень позвонить. Ну, это под брак у нас. Угу. А сколько здесь квадратов кухня? Сорок селовыми. Это обои, да? Да, это обои. У них есть такой эффект, как штука тут. Угу. Когда свои фоны, это красиво получается. Так, и здесь балкончик. Да, мы его тут тоже утеплили. Подняли уровень пола. Все, только пол. И тоже штукатурка. Да, штукатурка сверху крашена. А ее можно красить? Вот, например, я на следующий год захочу зеленую там. Это же просто краска сверху. Угу. А тем другом было никак? Электрический. Электрический. А тут же водяную не сделаешь никак. Почему? Ну, во-первых, тут, как придумано, вонтейная. Угу. Водяные полы сейчас в многоэтажках не делают. Понятно. Санузел, инсталляция. А санузел стандарт, да? У нас тоже такой же будет размером? Ну, не знаю. У нас какая-то планировка. Угу. О, душа. Угу. Здесь он входит сюда в комнате. Угу. Так, вон, на двери. А что за двери? Такая пленка сверху. Такая тач такая. Угу. Так, вот ванная. Ну, потому что будут перегродки, когда потолки сделаны, чтобы не разлили. А, стены? А, стены? Это в шокер-комбине. Комбинированная. Так, и комната. Один, да, балкон получается? А здесь почему так выделили стену? У нас были шкафы, потому что не подняла уровень потолка. Угу. И здесь обои, да? Да, это обои. А как сейчас со строительным материалом? Без проблем? Ну, в наличии есть, да. Цены варьируются. Мы приехали. Помните, когда получали вручение ключей? Вот здесь детская площадка. И вот наш дом. Вот он уже. У него уже 93% готовности. Вот такая красота. Вот. Сейчас мы сядем в машину. И я вам расскажу, куда мы теперь едем дальше. Значит, мы сейчас встречали. Мы зашли, когда сюда, в отдел продаж. Спросили, кто там, что там есть. Ничего, кто-то. Короче, нам посоветовали вот эту девушку, Катерину. Вот. Она дизайнеру. У нее строительная бригада. Значит, квадратный метр, если поклеить обойки, сделать вот эту, короче, ванную, туалет, плинтуса, поставить двери, короче, разводка электрическая, оно обойдется, она сказала, где-то 8, да, 8. Ну, вот то, что ремонт вы видели, он вышел 9700, что ли, 9 с чем-то за квадратный метр, это только за работу, за строитель, как вот, за работу, за работу рабочих. Сюда не входит, за 9700 не входит дизайнерские услуги, не входит стройматериал, сюда столько входит работа. 9700, по-моему, квадратный метр. То есть потолки, сюда не входит, работа потолков, да, натяжных, не входит установка сплис-системы, это делают другие люди. Короче, вот то, что вы видели, около 10 тысяч квадратный метр стоит только работать, без стройматериала и без дизайнера. Вот. И у нас Саня, парикмахер, который чик-чик-чик нашего Саню и Рому стрижет. Вот, он раньше жил в Краснодаре, и он делал ремонт возле ЖК Панорама, это тоже делал, строил Югстроинвест, наш застройщик. Вот. И Саня спросил у него, сколько будет стоить, дай номер телефона ребят, которые делали, потому что там делали, знаете, на совесть. Вот. Цена была хорошая, незавышенная. Ну, Саня уехал, но опять у нас, он в Геогинской живет сейчас, Саня. Вот. И мы позвонили этому человеку, он нам все объяснил, что как, и я говорю, а можно посмотреть, что вы делаете, какие ваши работы, что из себя это представляет, ваш ремонт. Он говорит, да, и вот у нас на 6 часов, сейчас без 5, 5, на 6 часов мы сейчас едем в ЖК Губернский, это тоже строит наш застройщик Югстроинвест, и там есть квартира, которая сейчас, да, в процессе ремонта. Мы глянем, посмотрим, что это такое, и потом определимся уже как, что к чему дальше. Очень много предложений, очень много, ну, как вам сказать, выбора огромный. Выбор огромный, вплоть до того, что можно даже будет самим как-то. Вот. Мы пока приглядываемся. Настолько цены разнятся, это вообще просто, вы знаете, у кого-то так, у кого-то так, а у кого-то за вот это все можно сделать. Вот так, и при том, что при хорошей работе, да? Да. Вот. Ребятки, это не шутки. Нету определенной цены, средней цены нету. Оно настолько разнится, вот. Так что мы, честно, у Сани так есть хотим, Саня, да, вообще? Там в этом Красной площади детям взяли блины с мясом, вот. Ну и дети хотят есть. Поехали туда, в Губернский, может, там что-нибудь будет, что-нибудь переключим. Так что, ребятки, оставайтесь с нами. О, 7 дней, продуктовая сеть. Надо же. Ой, окно какое, Сань, вообще все. Вот наш детей дом. Вот так вот. Ты знаешь, как ехать, как Губернский? Ищи. Да. А вот сразу Леруа Мерлен, видите, вот. Вот он сразу, Леруа Мерлен. Тут еще, говорят, есть этот Бау-центр какой-то, да? Там тоже строительный этот материал продается. Ну, здесь делают арку. Там уже парковка построена снизу, подземная. Вот, и вот здесь вот будет гипермаркет какой-то, что там, торговый центр какой-то, трехэтажный. Что будет, как будет, тоже. Спрашивали, есть ли что там, места, чтобы купить, что нет. Пока ничего не говорят. Возможно, будут... Может, выстроят все в аренду полностью, может, продадут. А может, что-то там будет в аренду также места. Все. А мы едем в Губернский ЖК. Вот это есть, да, Бау-центр? Здесь тоже идет сад, профи, погрузить товар, получить заказ. Строительный, да, магазин? Укаркулируемерный. Да? Ни разу не были здесь. Смотри, ванная на стиле. Бонус на каждой покупке. Надо же, ни разу не была. Навигатор показывает улицу Домбайская. Ну и дороги здесь, да? Ух ты, как... Ух, ух. Где мы? Народный гастроном. Мы здесь. Частный сектор тоже есть. Поверните, направо. Где? Тут что ли уже? Сейчас, ребят, подальше. Еще ровно. А, вот много странного. Первый раз такое видим. Шекспрайс, пекарня, салюты. Приехали. Вот сюда, куда приехали. Есть клиника Екатерининская, улица Героя Яцкого. Да, ЖК Губернский находится на улице. У кого там Яцкого. Здесь мы не были никогда. Даже проездом, да? По этой дороге, Сань. Что здесь? Как здесь? Или были мы здесь? Поверните налево. Затем продолжайте движение прямо. Через 600 метров поверните налево. Купол какой-то. Что здесь, в этом куполь? Екатеринодар. Спортивный комплекс Екатеринодар. Вот мы где, ребятки. Видите? Скорая что-то стоит там. О, смотри, сколько здесь этих, да? Один на один, дом на дом. Дом на дом, да? Здесь тоже такой оживленный, да, район? Ага. Продукты, кулинария. На Москву похожа. На Москву похожа? Строительство все идет. Наверное, вот туда слева будет? Нет, это с левой стороны. А, вот, вон, Югстроинвест. Вот, написано желтым. Микрорайон Губернский. Вот, ребятки, тоже хорошие. Это наш застройщик, который нам строит. Югстроинвест Губернский. Он построил панораму. Панорама, это где, как он называется, парк Галицкого, да? 40 лет победы. Спортсмен, парень. По-моему, вот это и есть Губернский. Слышишь, Сань? Да, вон, вывесков. Вот, давай где-нибудь здесь. Вот, уже как Губернский. Поверните налево, затем поверните направо. Ой, что-то съемка такая сейчас. Да, до конца проедем, там развернемся и встанем. Вот он же, как Губернский здесь. Здесь, смотри, дома такие розовенькие, да? Красненькие. Садик или что это? Или школа это. А вот электроинвест здесь. Этот. Что там? Электроинвест, офис продаж. Через 100 метров поверните налево. Почему они здесь едят, пьют, в будках? Это может, мангальная зона. Поверните налево, затем поверните налево. О, собака, смотри, собака, собака. Йоху, без шерсти. А я думаю, почему люди в клетке еще сидят, пьют, едят. Это мангальная зона. Надо же, а что так мало? Давайте здесь, что... Вот, это все губернский, да, наверное? Губернский, губернский, губернский. Поверните налево, затем поверните направо. Через 200 метров выполните разворот. Стой, детки. Я отключаю вот этого гугла. А здесь что, кто здесь? Не знаю. Ну, все с собачками. Тоже бум. О, смотри, здесь... Это для собак, вон, целое это. Да, дай лапу. Дай лапу называется. Надо же, смотри. Для собак это. Ну, здесь прям, смотри, прям густо, да, дома. Прям густо, да, в этом... В достоянии не так. Сань, там не так густо. Ну, здесь все уже. Людей много. Так же. Направляйтесь на юг, затем поверните направо. Направляйтесь на юг. А то говорит, 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 не могу, когда перебивает, не могу. Ну, тут прям густо, да, населенный? Ну, домов, смотри, как здесь много. А? А это, наверное, другие, да, вон те вот белые дома. Красивые, ну, там смотри, что посередине. А если что случится, туда даже пожарная не подъедет. Здесь что? Ну, здесь большой такой этот микрорайон, ну, прям густо населенный, да? Дуду-пицца. Ой, какая она не понравилась нам, эта Дуду-пицца. Там настолько она пряная, настолько там этих специй много. Аж прям не понравилась эта Дуду-пицца. Может, в других местах по-другому? Ой. Ну, тут, наверное, все, да, идет губернский. Смотри, там вон аэродром или как он там. А там что-то интересное, смотри, вон, что за застройщик. Так, все такое стеклянное. Так, а мы куда едем? Мы уже здесь, Сань. А? Смотри, здесь тоже это общественный транспорт едет. Угу. И ездит. Сань, у нас экскурсия по губернскому. Видите, там тоже вон, везде площадки. Что из себя вообще представляет губернский? Ну, здесь, смотрите, школа большая. Это школа? А вон дом какой-то цветной, да? В Москве такие дома были. Да. Интересная. Это садик. Видите, что хорошо? ЖК, ой, ЖК, говорю, Югстроинвест строит и садики, и школа. Вот школа сразу. Тут прям густо населенные, да? Смотри, дом, 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 за ним дом, 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 прям. Дом, дом. Ну, вот это кто? Интересненько. Вот школа. Школа. В школу ходят уже дети. Школа. Вот это кто? Югстроинвест... Ну, я не знаю, что кто там. Ну, это не они. Это другие кто-то. Это не они. Большой, да? Здесь этот губернский. Огромный. Ну, здесь так все вперемешку, да? Дизайн домов как-то вот, да? В ЖК-достоянии там все, да, в одном стиле. А здесь как бы, да, вот? Может, из-за того, что разные... А-а-а, здесь может еще ЖК-абрикосовый где-то рядом. Помнишь, там вообще целый... Там вообще ЖК... Абрикосовый там. Там в другом месте, ребятки? ЖК-абрикосовый. Там... Там не то, чтобы пройти. Там машину... Ну, там вообще вот очень густонаселенный район. И ни про каких парковок речи не может быть. Смотрите. Видите. Чему, есть, Таня? Так, как же мне поймать это все? Что это? Ну, вот... Велодром? Да, это... А что мы здесь встали? Где-то на обочине. Где-нибудь, чтобы поесть что-то можно было. У нас еще время 30 минут еще. Хочешь что-то перекусить, Сань. Вот так как вылетит на дорогу, смотри, вот это вот, не дай бог сюда. А здесь проезжая часть. Не рассмотрят, интересные. Интересно. Столько детей, да? Так интересно. О, дом красивый какой-то. А это кто? Улица Героя. Просто написано Г. Бучарникова. Тоже все сдают, продают. Только, видно, построился этот дом. Не знаю, кто это здесь. Может, другой застройщик. Такое тоже вполне возможно. Здесь кто-то тоже строит что-то. Кто строит, что строит. Не знаю, ребятки. Вот это и есть Африкосово, по-моему. Нет, губернский, видишь, вот. Губернский все. Все губернский, Сань. Ну, вот там ЖК-достояние на 42 гектара земли. Там еще будет строительство до 2025 года. Здесь тоже. Тут такой вообще, да, вот. Не знаю, по счету парковок. О, какой форт. Где? Ага. Это садик. Ну, здесь не пройти, не проехала здесь. Конечно. Мы в первый раз здесь. Осетинские пироги. О, видите? Места нету. С работы приедет вот так, да, человек? Сколько здесь этажей? А есть же квартиры, где... В одной квартире по две машины. Там муж, жена работают. Куда машину ставить? Интересно, здесь есть ли подземные... Здесь говорят, что-то я слышала. Что-то я слышала, по-моему, наземные будут парковки. Ну, сколько надо этих наземных, да? Здесь дома как... Как много, да, домов? А здесь лазерная пиляция. Что там, подмышки? Улыбка, написано. Где? А, там улыбка, что ли? Видите, как? Там, значит, улыбка. А вот это, это явно, наверное, этот губернский. Подмышки ей там депилировали. Говорят, эти подмышки депиляцию делать, все равно растет. Волосы растут. А это дом какой-нибудь перечитает. Давайте вон возле Пятерочки где-нибудь там. Вот супермаркет. А, мы уже проезжали здесь. Все, я выключаю камеры. А то мы круги здесь уже катаем. Гранат. Фруктовый рай. Давай здесь... Давай здесь... Так, теперь вопрос, да? Будет ли здесь место? Давай здесь... Ну вот, хотя бы здесь поставим. Ой. Все на самокате. Давай здесь поставим. Да, здесь, конечно же, населенный вообще вот. Да? Вообще супер. Мы уже нигде не сможем поесть, потому что у нас 20 минут осталось. Сейчас в Пятерочку зайдем, чем-нибудь там. Смотри, какая... Иди сюда. Она может укусить. Давай, с удовольствием. Устала? Угу. Смотри, какая хорошенькая. Убрасывая собачка. Да? Красивая, хорошенькая собачка. Пошли. Хорошая. Пошли, пошли, пошли. Образовывая школа современного отпуска. Так, а здесь что у нас? Вот Пятерочка, пойдем. Здесь она выход. А, нет, вход. Пойдем дальше. Находим. Пошли, пошли, пошли. Смотри, сколько здесь выпечки. Обалдеть. Да, только не руками. Сейчас возьмем. Что хочешь вот эту пиццу? Хорошо. Ага. А. Хорошо. Давай, нам, гай. Вот такое взяли. Что там? Томаты, лепешка. Еще, Свет, смотри, не переверни. Вот так, держи ручками. Давай мне еще пакет открывай. Так. И вот эти возьмем, да? Ты будешь это есть? Да. Точно? Давай, открывай. Бабушки, возьмем хлебушек. Вот такой ржаной. Вкусненький этот. Вкусненький хлебушек. Ребятки, у нас будет сейчас перекус. Мы будем есть. Все, кто есть, всем приятного аппетита. У нас есть 10 минут, чтобы быстренько поесть. Взяла вот такие таранка с перцем. Какая она вкусная, а? Люблю такое. А Саня мороженое есть. Вера мороженое. Рома мороженое есть. А я рыбу ем. Направляйтесь на запад. Все, мы едем. Приехал наш человек. А мы уезжаем на нужное место. Ну, какая игрушка, смотрите. Елочная, большая. Это и есть Абрикосово, Сань. Вот про то, что мы говорили вам. Вот, тут нету никакой проезжей части, ни парковок. Вот Абрикосово. Вот Абрикосово, а тут сразу губернский. И вот в этих, кстати, школах, вот здесь, да, слышали мы про школу? Тут школа. До какой буквы? Я? До буквы Я. Здесь столько людей живет. В садике. Здесь слышала, я не знаю, слышала, что три садика, и все переполнены. И вот про школы, вот, не знаю, посмотрите там в интернете. Первые классы, Ф, я помню, было. По Ф первоклашке. И вот я слышала, вот. Вот второй садик, все забито. Школы переполнены. Так. Мы приехали. Тут все вперемешку. И губернский, и вот этот Абрикосово. Я этот Абрикосово помню. Помнишь, мы когда-то, когда-то, сто лет назад, когда еще хотели переехать в Краснодар, мы вот... Подожди, не сто лет назад, это вот было, когда мы искали. Вот это Абрикосово, ребятки. Это просто полный кирдок-пирдок. Я не знаю, как дети здесь в школу ходят, если первые классы. О, я, я, первый я. Все. Одеваемся. Он сейчас подойдет к нам. У него, он сказал, можно посмотреть две квартиры. Ремонт. Первый раз в губернском. Ага, заходим. Так, так, так. Как это, да? Как это, достояние. Так, так же. Здесь студия. Это у меня... Так, дети, давайте вы в последнюю очередь. Заходите, заходите. Мы не умрили вполне, это чисто так. Да ничего страшного. Это ремонт. А это здесь что, линолеум, да? Это ламинат. Ламинат. Потолок натяжной. Обои. А, здесь как от застройщика были розетки, да? Нет, нет, нет. Каждая квартира у меня розетки делаются полностью под вас. В любом стандарте у меня я делаю полностью под вас. И здесь то же самое делается. Здесь мы все подгоняли. Я нарисовал вам кухню, как удобнее было его, как при этом сутки. И под эту кухню мы уже выводили розетку. Вот холодильник, на рабочем зуме, вот эту розетку. Перемещали печку. Заводим вентоканал под натяжной, чтобы именно там, где будет печка все это было. Это все продюсбанно. Потом мы сюда заводили на новую кухню свет. Розетку ставили. Чтобы здесь можно было что-то делать. А здесь что, со стенами? Ну, покрасили, ну, пошпакивали и покрасили. Здесь кинули минорин, чтобы можно было использовать балкон. Ну, бюджетно, но аккуратно все чисто. Да, чисто аккуратно все. Это студия. Это ванная совместная, да? Он сам выбирал. Ну, мы с ним поехали. Он там включил вот это, вот это. Все, я ему просто перешли, по плитке сделал. Турпа. Это было его пожелание. И вот плитку он выбрал. На самом деле, это все мы стандарт. Санитаз. Плиточка. Двери. Тоже ванная совместная. Это вот такие, да, будут двери? Да, это вот такие. Двери хорошие. Да? Конечно. Такие. Здесь тоже подтягиваются, да. А что с дверьми? Это застройщика. Двери по желанию. Я могу предложить, у меня есть хорошие варианты дверей. Недорого, но хорошие двери. Но здесь он сказал, мне им надо, пусть будут эти. Ясно. То на однушку или в комнату, люстра либо плафон светодиодный на выбор. Кухня тоже люстра либо плафон светодиодный. Это стандарт. В прихожей откуда-то четырех точных светильников в зависимости от площади. И в туалете четыре точных светильника заложены в пазе. Здесь заказчик попросил поменять ему люстры на точные светильники. Мы ему посчитали целый просчет, то он лично выкладывал, и все точно с точки. Он, да, он захотел именно все, чтобы были точные светильники. А что касается обоев, какой у вас идет, какого класса? Да, да, да. Они не обязательно будут именно вот этим, потому что я катаюсь и смотрю, что есть, что предлагает груйна. Но принцип такой же тоже. В люстре именно вот. Эти обои, они нормальные обои. Они не бумажные, они там не затираются. То есть такого нет. Я не использую таких. Разные варианты. Да, да, да. Два варианта. Плитки основные. Не то, чтобы их всего, два. Основные два варианта. Вот сейчас на одну квартиру пойдем. Там один из вариантов, и еще покажу, как будет еще. То есть здесь сколько? 18 этажей, да? Ну, тут, по-моему, вот в этом 18, а в подъезде в том, они ступеней не идут, там больше. Пить, потом. Пить, ешь мороженое. Мороженое, вода есть, пей. На двое этажа. А, да, все, ступенька. А вот этот постройки тоже Юси? Там переходят одни, там уже Юсити. А, Юсити, другой застройщик. О, тут целый город. А это правда, что здесь школа, да, буквы Я? Первый Я, там, первый Ф, да? Не могу. Да? А то вы слышали в интернете, что? Да, первого Я. Ну, как, они сейчас, вон там еще школа открывается, а там, естественно, часть перейдет туда. Ага. Потому что это открылось с Сирийской судармой. Да. Заходим. Так, где же? Так. Губенский. О, здесь классное объявление Авито. Достояние. Да. О, 15-й этаж. О, мамочка, у меня сейчас тошнит. Как высоко. Ой, а здесь? Здесь. Свет горит. Ну, да, не уходили. Вот, да, так идет стандарт ванны, а? Ну, это один из вариантов плиты стандарта. Угу. А у вас стандарт входит сама ванная, да? Да. Не входит душевая, вот, как вот, сейчас же строят трап, или как он называется? Я могу поддон сделать, это то на то и выйдет. То есть я убираю ванну, делаю поддон, выкладываю ее плиткой. Но если нужно потом стекло сделать, стекло будет дополнительно, потому что стекло выходит там, ну, до 30 тысяч легко, может быть. Именно поэтому я само стекло дополнительно. А ванну, да, без проблем. Угу. О, интересно, какая здесь планировка. Так, здесь комната... Ой. Здесь была немного такая. Вот это было здесь стены, здесь был вход. А тут была сплошная стена. Но мы переиграли, мы заложили вот это пустяк, здесь сделали вход шкаф, а там гардеробный. Ну, это же как? Получилось очень даже хорошо. Да. Здесь потом он может выбрать какие-нибудь двери, либо купаешь какие-нибудь, либо какие-то такие открываешь. Да, да, да. И с каждой стороны есть теперь место под сороковые шкафы, полочки, как везде. Отлично вообще. Он национирует гардероб? Да. Очень даже. Это вы сами, да, придумываете, как что-то свести, поставить? Да, он заказчик, он скажет, и в два национирует, и проговаривает. А если у заказчика на этом нет фантазии, вы сами можете предложить? Они уже на своем опыте уже рассказывают, что можно использовать, как национально можно использовать эту квартиру. Понятно. И так скажем, я квартиру... Здесь, значит, плитка, здесь ламинат, да, стандарт? Да. Здесь обойки. Да. Мне нравятся такие. Да. Ой, а сколько здесь розеток много. Мы, например, всегда, как телевизор заводим. Здесь два провода. ТВ и пятая пара. В зависимости от оператора проводится нужный провод. По умолчанию стоит ТВ и розетка. По желанию нужно поменять на пятую пару. Обязательно вот эти розетки мы планируем. То есть тут тоже было изображено. Сначала мы... Я сделала мы планировку кухни, где какой шкафчик будет находиться, с размерами, все. И только после этого мы делали электрику. И выход из сантехники. Потому что вот эти трубы находились в туалете. Мы перенесли сюда. Потому что там пришлось бы делать ну, блин, неудобно. Было бы некрасиво. А здесь оно все внутри. В раковине находится. Надо открыли, достали. Угу. Тоже ламинат стандарт. Так, а здесь? Да. Классный. Классный. И тоже здесь, да, под покраску? Это тоже все шпатлевалось и красилось. Опять же так же завели сюда свет. Ну, начинаем. Свет и розетку здесь вывели. Рассвет включается отдельно. Потому что если сходили в душ, нужно вытянуть влагу. То включаем вентилятор, выключаем свет. Ванная акриловая. Да, ванная дверевая. Ой, а что это там за домики такие? Как страшно здесь. Как здесь страшно. Вон там школа скроется. Здесь школа или садик. Не помню. А что за частный сектор? Вот красная крыша. Ну... А, вон еще коричневая крыша. Вот там вот это все инсити строят. Это их дома. А вон там тоже много домов высотных. Там ССК, ЖК Дыхание. Вон там крыши торчат, такие желтые домики. Это частный квартал, крепость. А, да. А где здесь вот это, говорят, славянское кладбище, где-то его видно. В другом месте, да? В общем, в городе вообще отсюда его не видно. Да, его издострения не видно. Не, ну сверху может и видно. Не, ну сверху может и видно. Вера, отойди подальше. Я так боюсь, таки эти здесь. Ой, как страшно. Это 15-й, да, этаж? Вот это строит, это Тэнсити. Вот они вот такой построили. А, это Тэнсити, да. Тэнсити, да. Ну, хороший тоже застройщик. Вполне, да, мне нравится. В принципе, там человек просто, это его, это Роман, Роман Сергеевич, по-моему, его зовут. Он к своему делу относится прямо к моему. Молодец. А по ценам? По ценам, ну, может примерно как UC, к примеру, это и есть. Угу. Ну, красиво, да? У них тут очень много земли. Вот это вот вся территория, вон до этого-то крепости, вот так вот. Ого, ого. Они все время ее прикупили, и вот теперь потихоньку устраивают. Вот. Да. Ну, он у них такой же стоит. А, вон, да. Такой же, вон, выстроенный. Ну, вот это вот обездная, помнишь, как мы ехали, вечная пробка там, постоянно. И туда. И с левой стороны не сидит там. А, все, я поняла, да. Все. Ну, мы сейчас так домой, да, отсюда поедем? Ну, вам проще, да. Выехать вот так и ехать. Я не знаю, там сейчас открыли, не открыли дорогу. Вот сейчас туда они сворачивают, посмотреть. Если они проедут, значит, там открыли дорогу. Быстрее вам, короче, будет сюда выстучить. Ну, да, будет. Ой, так страшно. Я стою, у меня аж это все трясется, по-моему, могу. Робочку беру, иди сюда. Не знаю, страшно. Все, да? Если выехать... Симпатичная. Все, мы едем домой. Будь здоров. Спасибо. Мы едем домой. Время уже, смотрите, сколько. 19-26. Мы утром выехали, чтобы с утречка все успеть. Вот. Едем домой. Ой, как я их базирую. Да, да, да. Да, да. Да, да. Здесь парк Галицкого. И здесь вот этот стадион. Народу миллион. Саня говорит, наверное, футбол был, да? Да, что-то здесь уже. Вообще, никогда в жизни столько людей не видели. Машин сколько, да? Надеюсь, сколько. Мы уже дома. Значит, второй вариант был такой. То, что мы посмотрели две квартиры. Это, ребята, строительная бригада. Этот вариант стоит 12 тысяч рублей за квадратный метр, где входит работа плюс строительный материал. Вот то, что вы увидели. Второй вариант, да? Вот мы с парнем Игорь. Вот все, что было в этой квартире. Потолок натяжной. Светильники вот эти встраиваемые. Так, значит, обои, плентуса, ламинат. При входе идет плитка, ванная, туалет, раковина, кафель, плитка, сантехника, все двери. Все, все, все. Вот такой ремонт. Это называется под сдачу. Он идет эконом-вариант. Я считаю, что это самое нормальное, потому что, вот как мне в комментариях написали, что вы выбираете обоих птичками, что вы мелочитесь при ваших возможностях. Я считаю, что это неправильно. Зачем вкладывать огромные суммы? Сейчас ремонт выходит недешево. Строительный материал и сама работа выходит тоже недешево. Зачем? Где в ближайшие 10 лет в этих квартирах никто жить не будет? Зачем вкладывать большой ремонт? Понимаете, там будут жить квартиранты, и что потом станет с этим? Какой смысл вкладывать? Главное, чтобы было все чисто, аккуратно. А еще в этот ремонт входит электрика, разводка всей электрики там. Но вот все, что вы видели, вот это входит. 12 тысяч рублей за квадратный метр работа плюс материал. Но у нас еще есть варианты. Пока у нас время еще немного, но есть. Хотя вот с такими строительными бригадами нужно заранее обговаривать, потому что у всех графики практически забиты. Краснодар строится, работа у всех валов. Вот. В принципе, у нас есть еще варианты. Мы посмотрим, что как. Ну и потом вам скажем, покажем, что как чего. И уже в июне месяце эти две двухкомнатные квартиры будут, дом будет сдаваться полностью. Мы поедем с вами за ключами. Так что, вроде бы все. Вроде бы все. Да. Вроде бы все. Все, ребятки. Всем спасибо. До завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok